Первое послание Коринфянам, 3 глава Зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, апостол поливал, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья Нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Никто не обольщай самого себя, и если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира этого — безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее — все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий.